всем привет с вами касс на этом видео мы будем делать отога кабель type-c ранее я делал вот такой вот кабель он до сих пор мне служит и работает это был отога кабель micro usb плюс минус уже прошло три года на этот раз будем делать отога кабель type-c итак нам понадобится вот такой вот кабель type-c от зарядного устройства также понадобится вот такой вот usb разъем тип а мама такой же разъем можно найти на зарядке телефона если у вас где-то валяется сгоревшие зарядное устройство можно его разобрать и оттуда отпаять данный разъем также нам понадобится один резистор на 5 1 килоом но у меня нет в наличии 5 1 килоом у меня есть 47 килоом и так это у нас распиновка разъема type-c на кабеле заметьте резистор я нарисовал куда нужно будет его припаять со стороны разъема type-c на кабели нужно будет сделать только такую доработку и все увидев данную картинку и распиновку type-c вы наверное испугались и уже сказали себе что слишком сложно вы не сможете это сделать на самом деле все не так сложно на разъеме type-c нас интересует только пять контактов остальные нам не важны первый контакт это gnd точнее это минус или земля как мы видим она здесь повторяется с двух сторон следующий контакт этого bass плюс 5 вольт или плюс просто этот контакт здесь тоже повторяется с двух сторон или этот контакт также еще называет vcc третий контакт это дата минус четвертый контакт это дата плюс и 5 контакт это cc контакт от т.г. контакт я думаю что вы заметили я отметил только те контакты которые относятся к юсби интерфейсу а именно к юсби 2 и 0 остальные контакты относятся к юсби 3 0 нам это не нужно также заметьте контакты на верхней части разъема type-c повторяются и в нижней части то есть они являются симметричными поэтому мы можем подключать type-c зарядку хоть верхней стороной хоть нижней но кабель от т.г. мы будем делать только на одной стороне соответственно после того как мы сделаем от т.г. кабель он будет работать только с одной стороны на другой стороне от т.г. кабель не будет работать и так еще раз повторю между контактом gnd и ccc то есть от т.г. контакта мы должны припаять резистор в 5 1 килоом у меня нет резистора в 5 1 килоом я припаяю 4 7 килоом и так это касается доработки на кабели со стороны где type-c разъем на другой стороне кабеля где юсби типа а папа мы должны заменить разъем на маму вот в принципе все в этой картинке я нарисовал распиновку юсби типа а для папы и мамы по этим распиновка мы будем менять разъем с папы на маму и так приступаем также хочу отметить что все пины юсби 2 и 0 уже распаяны на кабеле зарядки просто нужно будет добавить резистор со стороны type-c и поменять папу на маму с другой стороны кабеля и так на кабеле со стороны type-c разъема разрезаем корпус для того чтобы получить доступ к пинам и 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 вот мы разрезали корпус разъема type-c на кабеле теперь нужно будет зачистить эту часть от остального залитого пластика и 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 так вот мы получили доступ к контактам разъема type-c теперь нужно проверить распиновку кабелей по цвету потому что бывает что производители делают не по стандарту и так при замыкании мультиметр у нас свистит вот таким вот образом и так проверяем теперь вот у нас земля GND вот она теперь GND ставим на край как мы видим крайне звенит этот край тоже должен быть как мы видим звенит далее четвертая нога с этой стороны и с этой стороны у нас плюс то есть красный провод как мы видим здесь красная расцветка так ставим как мы видим свистит вот так вот с этой стороны тоже четвертая нога как мы видим тоже свистит то есть это плюс дата плюс у нас находится вот в баз потом у нас тот пин который идет на от г и вот здесь должен быть дата плюс как мы видим свистит далее у нас дата минус вот он как мы видим все отлично все совпадает соответственно вот сюда сейчас и вот на этот контакт мы припаяем резистор у меня в арсенале есть резистор на 4 7 килоома есть резисторы с расцветкой есть советские резисторы и smd резисторы поэтому в этом случае я выбираю smd резисторы такой резистор имеет маркировку 472 то есть 47 килоома распаковываем этот резистор выставляем резистор таким образом чтобы один угол касался 5 контакта на разъеме тайп си и один угол касался контакта gnd на проводе и так сейчас будем запаивать резистор поэтому добавляем флюс и вот так вот осторожно запаиваем резистор нельзя перегревать иначе сплавится разъем и его контакт и так запаяли один угол резистора теперь запаиваем другой угол резистора и так добавили флюс и теперь запаиваем я извиняюсь за картинку так получилось что палец помешал камере записать как я запаивает другой конец резистора но в итоге получился вот такой вот результат резистор запаян один конец кабеля уже готов и так теперь делаем переделку второго конца кабеля, так как кабель зарядного устройства очень длинный, поэтому мы его срезаем. Оставляем около 10 сантиметров. Специальным инструментом зачищаем изоляцию от проводов. После зачистки изоляции залуживаем каждый провод. Ну а теперь по данной распиновке распаиваем провода. Первым у нас будет провод ВЦЦ, это провод красного цвета. Далее запаиваем белый провод, это дата минус. Следующим запаиваем дата плюс, провод зеленого цвета. И последним запаиваем провод черного цвета, это GND, GND, земля или минус. Ну вот и все, в принципе, OTG кабель Type-C готов. Теперь нужно проверить, работает этот провод или нет. Итак, проверять этот кабель будем на телефоне к Xiaomi Redmi 8A. Подключаем USB флешку к кабелю, а кабель подключаем к телефону. Заметьте, моментом заморгал светодиод на флешке. На телефоне определился USB интерфейс и написано для переноса фотографий и других файлов. Итак, давайте перейдем в приложение проводник. Как видим, здесь появилась строчка USB накопитель. Нажимаем на него и мы перешли на флешку USB накопитель. Запускаем здесь сейчас музыку и послушаем ту музыку, которая находится на флешке. Заметьте, на USB накопитель она начинает моргать светодиодом. Также давайте запустим фотографию, которая есть на флешке. Как мы видим, она показывает. Итак, теперь давайте отключим телефон от флешки. И как мы видим, пропал интерфейс флешки. Вот так вот. Так что кабель работает. Итак, теперь осталось доделать кабель. Я буду использовать его старый корпус. Значит, буду клеить с помощью термоклея и пистолетом. Вот такой вот клей. Значит, один конец вставляем сразу. Вот вставили. Теперь другой конец также вставили. Не супер идеально, но вот так вот заклеилось. Этот клей сейчас уберем лишний. Не супер идеально, но что смог сделал. Ну, в общем, вот так. Теперь эта часть будет заливаться полностью клеем, чтобы вот так вот застыло все это. Итак, в результате получился вот такой вот кабель. Не супер идеально, но это всего лишь образец. Вы можете делать на свою фантазию как вам угодно. Данный кабель работает с USB 2.0, так как мы знаем, что Type-C работает не только с USB 2.0, но также с USB 3.0. Поэтому, соответственно, OTG кабель работает. Я надеюсь, данное видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!